В Кирове осудили серийного разбойника, который грабил офисы микрофинансов. 20-летний Иван Плакунов с ножом и в медицинской маске забегал в кредитное заведение и, угрожая менеджеру, забирал деньги из кассы. Для поиска налетчика оперативники изучили камеры видеонаблюдения и взяли с места преступления отпечатки пальцев. Преступления произошли 28 ноября и 2 декабря прошлого года. Одно на улице Боровского, другое на привокзальной площади. После изучения видео с камер наблюдения стало ясно, эти точки микрокредитования грабил один и тот же человек. Сотрудниками уголовного розыска и других служб полиции была проделана огромная работа по установлению и задержанию предполагаемого преступника. В результате проведенных мероприятий был задержан 20-летний ранее судимый Кировчанин. В отделе полиции 20-летний ранее судимый Иван заявил, что разбой происходили случайно. Последовательность действий примерно такая. Гулял по улице, увидел офис микрофинансов, захотел взять денег, пошел и взял. Пошел, гуляли, вот и решил денег взять. То есть просто мимо проходил? Да. О похищенных деньгах Иван говорит как о малозначительной детали своих разбоев. Из офиса Новоровского он забрал 30 тысяч, из привокзальной площади 25 тысяч рублей. Сколько денег было? Не считал. Например? Говорят, потому что я 25, но я не считал. Я полусуну вообще, не знаю, потерял куда-то. А полусуну это... Смотрим. То есть ни на что не тратил, ничего не покупал? Позвитый не так, но не будет, правда, будет все. Я верю, кто будет рассказывать все. Из показаний Ивана кажется, что все произошло спонтанно, что деньги были ему не нужны. Разве только что сигарет купить и вообще он не планировал разбой. Но оперативники установили, что перед каждым налетом Иван, чтобы его не узнали, брал у своего родственника одежду. Была у него при себе и медицинская маска, и рыбацкий нож. Нож я взял. Дома. То есть для чего-то конкретного покупал или просто валялся дома? Нет, валялся. Он старый, он еще для рыбалки подвезет. Эти, как он... Леску-то, крючки хорошо делал. Делал отрезок. Всегда с тобой носишь? Нет. Для чего, маленький, что ли? Как выяснилось, у Ивана большое криминальное прошлое. До двух этих разбоев он совершил кражу и грабеж. Отсидел за это 6 месяцев в колонии общего режима. До колонии Иван занимался также кражами и оскорблял полицейских. На днях Ленинский районный суд вынес Ивану приговор 4 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный может его обжаловать. Михаил Вагин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok